Всем привет! С вами Диана Лауши и наша рубрика Chinese Please. Сегодня мы продолжим тему отношений, но затронем немножко другой аспект, а именно свидание. Как пригласить и куда сходить. Поехали! Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Начнем с самого главного. Куда пойти и чем заняться? Ловите наши идеи. Ну что, мне кажется, первое, что приходит на ум, это пригласить своего спутника к кино. Ну и мне кажется, следующее, что приходит на ум, это пригласить на кофе. Или поужинать. И мне кажется, следующий вариант будет особенно популярен в Китае, потому что в Китае нереальное количество караоке. Давайте сходим в караоке. Также мы можем сходить просто погулять. Или сходить на пикник. Ну а для тех, кто любит проводить время более культурно, можно пригласить в театр. Или сходить на какую-нибудь модную выставку. Ура, ребята! Вот вы выучили несколько вариантов приятного времяпрепровождения со своим молодым человеком или с подругой. Но, чтобы наконец-то пригласить кого-то, нам нужна какая-то фраза. Давайте ее рассмотрим. Вместо мы подставляем один из вариантов, который мы только что рассмотрели. Давайте разберем эту фразу поподробнее. Дальше вставляем какой-то вариант. Ма это вопросительная частица. Давайте, например, пригласим кого-нибудь в кино. Но для тех, кто посмелее, подойдет немножко другая фраза. Если в предыдущем предложении мы спрашивали, не хочешь ли ты со мной куда-нибудь сходить, то здесь мы уже утверждаем. Я хочу с тобой сходить туда-то. Итак, давайте послушаем эту фразу. И какой-то вариант из тех, которые мы рассматривали. Давайте опять-таки разберем. Буквально взять с собой тебя, сходить и куда-нибудь. Например, я хочу пригласить тебя на ужин. Я хочу взять тебя с собой на ужин. Ну ладно, ребята, это были такие длинные фразочки. Я предлагаю еще раз смотреть более простой вариант. Например, давай... Например, сходим погуляем. Или давай сходим в кино. То есть фраза попроще. Например, давай сходим погулять. Ну что, вот ваше свидание подошло к концу. Надо его как-то красиво завершить. И для этого мы можем сказать, что это был очень классный вечер. Вы хорошо провели время. И можем оставить надежду на будущую встречу и сказать, что я тебе позвоню. Дальше у нас показатель будущего времени. Ну что, ребят, на самом деле выпуск уже подошел к концу. Он был коротенький, но надеюсь, эти фразочки в какой-то момент жизни вам пригодятся. Если вы хотите учить китайский язык вместе с нами, вместе с нашими лао-ши, то оставляйте заявку по ссылочке внизу и записывайтесь на бесплатное пробное занятие в нашей языковой школе при СССН. А в следующем видео мы поговорим про чувства и эмоции. Будет что-то креативное. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»